10 марта в зале администрации района состоялась очередная сессия Совета народных депутатов. Основным вопросом заседания стал отчет главы района о деятельности администрации за 2021 год. На сессии присутствовали председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, депутат Государственного совета ХАС и Республики Адыгея Зураб Зехов, прокурор района Алексей Зобнин, заместители главы района, главы сельских поселений, руководители районных, федеральных, региональных органов власти Республики Адыгея, предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, представители общественных организаций. Свой доклад Заур Хамирзов начал со статистики по коронавирусу. Далее глава района представил основные экономические показатели по отраслям и задачи на текущий год. Безусловно, 2021 год был непростым, и нам пришлось второй год подряд работать, в сложных условиях, которые принесла на пандемию, и карантинные ограничения. Вместе с тем была продолжена реализация запланированных проектов по созданию комфортных условий для жителей района, варенье у жизни национальных проектов и программ, ремонту дорог, объектов коммунального хозяйства, рациональном использовании бюджетных и внебюджетных средств, мобилизация доходных источников консолидированного бюджета, решение вопросов местного значения. Ситуация с пандемией только усилила важность достижения национальных целей и задач, обозначенных президентом России в сфере демографии. Прежде всего, это повышение продолжительности жизни и повышение рождаемости. Показатель продолжительности жизни в Кашкабрском районе составляет 73 года. В 2021 году в районе родилось 283 ребенка, аналогичный период прошлого года – 302, что на 19 детей меньше уровня 20-го года. Смертность составила 434 человек, аналогичный период прошлого года – 415, что на 19 случаев больше уровня 20-го года. В 2021 году в районе переболело COVID-19 819 человек, умерло от COVID-19 56 человек. Росту районного показателя смертности способствовал рост смертности пожилых людей от COVID-19 осложнений. В начале 2021 года стартовала массовая вакцинация населения. В районе в оптимальные сроки были организованы 5 пунктов вакцинации и мобильный привычный пункт, где за год вакцинацию прошли 13 895 человек или 75,7% от числа подбежащих вакцинации, в том числе 2230 лиц старшего возраста. Во исполнение требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции за 2021 год в Кашкабрском районе было проведено 4 285 проверок хозяйств и субъектов, магазинов, сферов, услуг, общепит. Составлено 108 административных протоколов. Органами МВД составлено 328 протоколов. Хочу высказать слова благодарности органам правопорядка и сельским поселениям за проведенную работу. Сложившаяся демократическая ситуация – это одна из наиболее острых социально-экономических проблем, которая выглала на первый план задачу по обеспечению социального благополучия населения, особенно относящихся к категории многодетных и малообеспеченных семей. Из проживающих в районе 29 653 человек численность пенсионеров составляет 7 777 человек. Это 26,2% от общего числа жителей района. Средний размер пенсии по району составил 13 423 рубля. Общий объем выплат через пенсионный фонд составил 1 473 000 000 рублей. Различными мерами социальной поддержки пользуются около 9 700 человек, которым оказана социальная помощь на общую сумму 234 миллиона рублей. По итогам 2021 года в Кашхабинском районе насчитывается 620 многодетных семей, аналогичный период прошлого года – 691 семей, на поддержку которых через органы социальной защиты населения было направлено 178 миллионов рублей. Через администрацию района выделено 145 семейных участков семям, имеющих трех и более детей. Традиционно в преддверии Нового года работники бюджетной сферы, а также предприниматели района вручают игрушки и сладкие подарки детям из многодетных малобеспеченных семей, детям-сирот, детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году было охвачено 1032 ребенка. В республиканской елке желаний участвовали 5 детей с ограниченными возможностями здоровья нашего района, которые получили памятные подарки. В рамках реализации муниципальной программы по социальной поддержке граждан в минувшем году было выдано 283 детских наборов для новорожденных на сумму 481 тысячи рублей. Одним из механизмов помощи в улучшении условий проживания многодетных семей, а также молодых семей является программным мероприятием. За 2021 год две молодые семьи района улучшили свои жилищные условия за счет предоставления социальных упор по программе обеспечения жильем молодых семей на общую сумму 2,7 миллиона рублей. Сохраняется очередная складальная программа в количестве 140 семей. Еще одной из важных задач муниципалитета была и остается защита детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году было приобретено 3 жилых помещений для детей-сирот, на сумму 3,3 миллиона рублей, на очереди еще 38 детей-сирот. Было приобретено одно жилое помещение инвалиду на сумму 546 тысяч рублей. Немаловажное значение уделяется вопросам безработицы, как фактора социального благополучия общества. В 2021 году удалось снизить уровень безработицы на 3,4% в 2020 году до 1,3%, а число безработных граждан до 184 снижения, составило 312 человек в 2021 году. Всего органы занятости по вопросам трудоустройства обратилось 1125 человек, из которых 60-29 были признаны безработными. Выплачено в качестве пособия по безработице 15,7 миллиона рублей, трудоустроено 379 человек. Главными ориентирами в нашей работе и в дальнейшем будет пристальное внимание к старшим поколениям, многодетным и малобеспечным семьям. Решение многих задач и вопросов муниципального образования в последние дни в нашей деятельности определяется уровнем его финансового обеспечения. Для достижения сбалансированности консолидированного бюджета Кашкабрского района ежегодно принимаются все необходимые меры по росту налоговых и не налоговых доходов. Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Кашкабрского района за 2021 год характеризуется следующими основными итоговыми показателями. Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования Кашкабрского района составил 897 миллионов рублей. В том числе районы бюджет 827,6 миллиона рублей, бюджеты сельских поселений 137,6 миллиона рублей. Из общего объема доходов консолидированного бюджета района налоговые и неналоговые доходы составили 206 млн. рублей. Для сравнения, фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за предыдущий 2020 год составило 148 млн. рублей. То есть по отношению к прошлому году поступления концертного бюджета района составили 138,8%, то есть на 57,6 млн. рублей больше, чем в 2020 году. Безвозмездное поступление составило 690 млн. рублей, из которых дотации 247,7 млн. рублей, субсидии 122,7 млн. рублей, субвенции 293 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты 15,4 млн. рублей. Безвозмездное поступление от негосударственных организаций в сумме 8,1 млн. рублей – это почти вся сумма, это просто поступившая от «Южгаз-энерджи». Прочие безвозмездное поступление – 1,9 млн. рублей. Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов является арендная оплата за земли – 46,7 млн. рублей или 22,7% доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. Налога на доходы физических лиц – 46,7 млн. рублей или 22,6%. Налоги на совокупный доход – 42,6 млн. рублей или 20,7%. Налог на имущество организации – 19,7 млн. рублей или 9,6%. Акцизы на горючий смазочный материал – 19,3 млн. рублей или 9,4%. Земельный налог – 19,8 млн. рублей или 6,6%. Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов занимает арендная оплата за земли. Темп роста к прошлому году по данному виду доходов составил 225,7%. Рост поступлений обусловлено увеличением катастрофы стоимости земельных участков и ставки арендной оплаты. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами является залогом успешного дополнения бюджета. За 2021 год заключено 40 договора аренды на земельные участки площадью 189 гектаров. Годовая сумма арендной оплаты составила 1 млн. рублей. В настоящее время 898 земельных участков площадью 10 845 гектаров предоставлены гражданам и юридическим лицам. Расходы консердинного бюджета района за 2021 год составили 895 млн. рублей. Из них заработная оплата с начислениями на нее – 586 млн. рублей или 65,5% от общей суммы расходов. Расходы бюджета районного уровня составили 823 млн. рублей. Расходы по основным бюджетным сферам за 2021 год составили 608 млн. рублей, в том числе в сфере образования – 544 млн. рублей, в сфере культуры – 63 млн. рублей. В 2021 году расходы в рамках муниципальных программ, программные расходы составили 753,7 млн. рублей и 92% расходов бюджета района. По непрограммным направлениям расходов исполнения составило 70 млн. рублей или 8% от общей суммы расходов бюджета. По итогам 2021 года цельные ориентиры по исполнению указов президента РФ, касающихся уровня средней заработной платы, педагогических работников, общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и работников культуры, исполненных в полном объеме. Глава района отметил, что в период пандемии район не утратил многоотрясливую структуру экономики. Работали основные промышленные предприятия, развивается сельское хозяйство, малый бизнес, потребительский рынок, привлекаются инвестиции, обновляется коммунальная инфраструктура. Структура экономики района наибольший уделий вес занимает торговля – 28,5%. Сельское хозяйство – 22%, строительство – 13%, предоставление услуг – 1,7%, промышленность – 5% и прочие отрасли – 19,5%. По итогам года достигнута положительная динамика по показателю объемов отгруженной товарной продукции по крупным и средним предприятиям. За 2021 год этот показатель в целом району составил цело 70 миллиардов рублей, что на 1 миллиард рублей больше, чем в 2020 году. Исполнение прогноза показателей достигло 120%. Индекс промышленного производства составил 138,8% к уровню 2020 года. Ощутимый прирост могли обеспечить такие предприятия, как Мамрука, Южгазэнерджи, Савропорский Бройлер. В целом по району и в сфере промышленного производства района занято около 500 человек. И уровень среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий составил за 11 месяцев 2021 года 32 752 рублей. Или 114,5% к аналогичному периоду прошлого года 2020 года. Одним из факторов роста числа рабочих мест можно с уверенностью назвать открытие упаковочного цеха. Молозавод Тамбовский, Ауэль Пучипсин, где созданы 40 рабочих мест со средней заработной платой на уровне 24 тысяч рублей. И в 2021 году планируется дополнительно создать 60 рабочих мест. По состоянию на начало 2022 года число субъекта МСП в районе составило 1069 кинец. С малого и микро и среднего предприятия 60 кинец КП 746 и включает 263 самозанятых граждан. В 2021 году была продолжена работа по содействию развития малого и среднего предпринимательства района. 7 субъектов МСП района получили финансовую поддержку микрозаймом через фонды поддержки предпринимательства Республики Адегея в сумме 10,6 миллионов рублей. Конституционную поддержку через центр Мой бизнес 68 субъектов МСП. Важное значение имеет имущественная поддержка в виде предоставления в аренду субъектов малого предпринимательства, жилых помещений и земельных участков. В 2021 году субъектами МСП предоставили в аренду 18 земельных участков общей площадью 25,5 литра. Еще одной из мер поддержки является участие субъектов МСП в конкурсных процедурах. Конкурсы, аукционы по закупкам для муниципальных нужд, которые в 2021 году проведены на сумму 165 миллионов рублей. Это выше уровня 2020 года 2,2 раза. Работы по достижению КПИ показателей. С 2020 года в Республике Адегея начата работа по исполнению показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнителя власти субъектов РФ в рамках указа Президента РФ. В этой связи у каждого муниципального района были доведены контрольные показатели КПИ по пяти основным направлениям – экономика, культура, образование, строительство и социальный блок. По итогам 2021 года все основные показатели исполнены в полном объеме, а некоторые с приростом. К примеру, показатель объема инвестиционных вложений в основной капитал без учета бюджета инвестиций за счет федерального бюджета исполнен на 350%. Уровень среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий за 11 месяцев исполнен на 106,5%. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства достигла 1915 человек, при планах показателей 1859 человек, исполнение 103%. Из девяти районов и городов Республики Адыгея Кашкабрский район вошел в число двух районов, которые исполнили все установленные показатели в полном объеме. Инвестиционная деятельность является важной частью экономики района. В течение всего года администрации проводились встречи с потенциальными инвесторами. Им предлагались различные варианты размещения на государственных и частных землях. На инвестиционном портале Республика Адыгея размещена информация о шести инвестплощадках района, предлагаемых для коммерческого производства разной направленности, включая возможность создания тепличных комплексов, объектов переработки с производств и другие направления. Для развития экономики администрации принимаются меры по поиску новых возможностей для запуска инвестиционных проектов. Проведена работа по формированию двух земельных участков для привлечения инвестиций за счет строительства одноэтажных многоквартирных домов Аулика-Шкабль и села Вольмана. А также предлагаются неиспользуемые имущества сельских поселений, имущества неиспользуемых мощностей частной фирмы и собственности в Вольмском сельском поселении, а также земельные участки сельхозназначения для строительства тепличного комплекса. Мы всегда открыты к диалогу со всеми потенциальными инвесторами, а также готовы сопровождать любой значимый для района проект в режиме одного окна. Сегодня в районе находится инвестиционный проект по строительству масла инвестиционного завода производительностью 500 тонн в сутки по семенам подсолнечника и по эманукову Руслана на земельном участке общей площадью 5,9 гектара земли. Планируем мы объем инвестиций 1,3 млн. рублей, а также 230-250 рабочих мест. Прогнозируем мы объем налоговых поступлений порядка 200 млн. рублей в год. Мы уверены, что реализация данного инвестиционного проекта обеспечит району новую промышленную площадку и станет точкой роста не только для Дмитриевского сельского поселения, но и района в целом. Далее Заур Хаймирзов в своем докладе проанализировал динамику развития района по таким сферам деятельности, как сельское хозяйство, образование, культура, спорт и здравоохранение. Наш район по праву в ходу число лидеров сельскохозяйственного производства в республике. Состояние начала текущего года в районе находится в обороте 45 684 гектара земель сельскохозяйственного назначения. Из них 35 118 гектар башни, 33,3 гектара многолетних насаждений и 9 840 гектар пастбищ. По итогам года валовый сбор зерна составил 89 186 тонн при урожайности 53,6 центра сельскохозяйственных гектаров. Посевные площади под урожай 2020 года составили 18 282 гектара. За последние несколько лет в нашем районе наметилась тенденция возрождения садов. В этом направлении в районе работает 5 хозяйств. В начале 2021 года предприятием GreenAgro, где был заложен яблонный сад с площадью закладки 2,5 гектара. Всего в районе заложено 115,9 гектара многолетних насаждений. В последние годы повысилось внимание государства к развитию малых форм хозяйствования. Действуют программы поддержки Агростар, семейные животноводческие фермы. Благодаря участию в этих программах в минувшем году гранты получили 10 крестьянско-фермерских хозяйств на общую сумму 31,4 млн. рублей. За период 2012-2021 год в Кашкабльском районе за счет участия в программных мероприятиях 96 крестьянско-фермерских хозяйств получили господдержку на общую сумму 222,9 млн. рублей. Из них 42 хозяйства направили деньги на отрасль растеневодства, 20 хозяйств на развитие животноводства, создано 90 рабочих мест. 15 хозяйств получили средства в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм, закуплено 467 голов КРС и 180 голов овец. Финансовая поддержка со стороны государства стала главным фактором обновления комбайна тракторного парка наших фермеров. Приобретено 59 тракторов, 1656 единиц прицепного и навесного инвентаря. Животноводы района сохранили положительную динамику по производству мяса, молока и яиц. По голове КРС во всех категориях хозяйств по 1 января 2022 года составило 9657 голов, при этом голов 5143 головы, по голове с ней 1012. По голове овец и коз в количестве 24803 головы является самым крупным в республике Адыгея. Производство мяса, скот и птица на обои в живом весе по итогам года достигло 4500 тонн. Валовый надой молока на 1 января 2022 года составило 26500 тонн. Адом финансирования по всем видам субсидирования в Кашкабльском районе за 2020 год составил 59,30 млн. рублей, что является маловажным подспорьем для 58 фермерских хозяйств, которые воспользовались субсидиями. Увеличение подоловой скота и расширение производственной базы этих хозяйств позволит в дальнейшем повысить объемы производства молока и мяса, количество рабочих мест и уровень налоговых отчислений. В 2021 году нами продолжена реализация программы формирования современной городской среды, в рамках которой проводилось обустройство общественных и дворовых территорий на общую сумму 7,6 млн. рублей. Это парковая зона, олока Шкабль, благоустройство, здоровые территории поселки Дружба, поселки Майский и село Угольное. Работа по благоустройству имеет также и социальное значение, так как способствует комфорту проживания жителей. Многое в этой сфере нам удалось достичь благодаря активной позиции и под непосредственным участием предпринимателей и жителей района за счет грантов в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов. Так, по программе грантовая поддержка мест и инициатив граждан, проживающих в сельской местности, осуществлены следующие мероприятия. Благоустройство общественной территории по улице Шаргенова, Алло и Глухань. Установка комплексно-уличных спортивных силовых мажоров на территории игровой площадки по улице Лилина, Кутро-Игнатьевский. Ремонт участка по улице Степная, Алло Кашкабль. Благоустройство детской игровой площадки по улице Карла Макса, Алло-Бич, Псин. Объем финансирования по указанным объектам составил всего 7,1 миллиона рублей. В том числе средства бюджета сельских поселений и средства поступивших от населения и от предпринимателей составили 1,8 миллиона рублей. Целью благоустройства общественных пространств является создание атмосферы комфорта и безопасности, которая одинаково приятна к работе с детьми, как людям старшего возраста, так и молодежи. За 2021 год выдано 102 разрешения на строительство, в том числе 94 объекта БИЖС общей площадью 9,9 тысяч квадратных метров, а также 8 объектов капитального строительства. За этот же период выдано 14 разрешений на год в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе 10 коммерческой направленности. В последние годы наблюдается тенденция к росту индивидуального жилищного строительства. В период 2021 года всего введено в строй 6,4 тысяч квадратных метров жилья, что составило 93,2% от показателя соответствующего периода 2020 года. Тем самым 56 синие района смогли лучше свои жилищные условия. Решение проблемы ветхого и аварийного жилья, расположенного на территории района, в 2021 году осуществлялось в рамках реализации адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с 2019 года. Всего за период 2020-2021 года переселено 26 собственников живых помещений, 18 помещений, площадью 685 квадратных метров, на общую сумму 8,3 миллиона рублей. Также в декабре 2021 года приобретено 22 квартиры в поселке Сейвок, на общую сумму 43,6 миллиона рублей. Общая расселяемая площадь составила 1113 квадратных метров. Одним из главных условий комфортного проживания граждан является надежность функционирования объектов инженерно-коммунальных систем. На сегодняшний день в районе протяженность электрических сетей составляет более 935 километров, тепловых сетей 2,97 километров, водопроводных сетей 188,5 километров. Объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы были своевременно подготовлены к работе в зимних условиях. За текущий период не было допущено аварийных ситуаций на объектах жилья обеспечения района. Мы понимаем, что комфортность проживания невозможно улучшить без повышения транспортной доступности и качества дорог. В последние годы район проводит планомерную работу по данному направлению. Ежеводно на ремонт и содержание дорог складываются значительные средства за счет средств дорожного фронта, куда по итогам прошлого года поступило 19,3 миллиона рублей. За счет этих средств отремонтировано 22,9 километра порог на сумму 2,8 миллиона рублей. Заменено 917 светоточек на сумму 2,2 миллиона рублей. А также выполнены мероприятия по установке систем видеонаблюдения, расчистке каналов, кубветов до улиц, монтажу светильников, ямочному ремонту и установке дорожных знаков на общую сумму 1,2 миллиона рублей. В 2021 году по программе комплексного развития сельских территорий выполнены работы по реконструкции подъездных дорог к СОЖ номер 7 в майском сельском поселении на общую сумму 1,5 миллиона рублей. С целью решения вопроса по улучшению состояния автомобильных дорог на протяжении последних трех лет мы участвуем в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в ходе которого в 2021 году нам удалось выполнить работу по ремонту автомобильных дорог на территории района общей протяженностью 5,9 километров. В 2021 году на территории Кашхабского района выполнена дорожная работа по содержанию действующих сетей автомобильных дорог регионального значения на сумму 57,8 миллиона рублей. В рамках профилактики правонарушений и предупреждений чрезвычайных ситуаций реализованы мероприятия по обустройству пешеходных переходов по улице Чуксин, Кашхабль, село Увольное на сумму 1,1 миллиона рублей. Одним из главных направлений деятельности муниципального власта является создание комфортных условий для жизни населения, чистота и люди в населенных пунктах. Всего в районе было организовано 105 субботников, в которых активное участие принимали депутаты, представители общественных организаций, жители. Немаловажное внимание уделяется вопросам проведения превентивных мероприятий области решительного населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе подтопления и затопления. В 2021 году проведены работы по справлению русла реки Хоц, которые направлены на снижение риска воздействия чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением Алло-Хоц. Для проведения данных мероприятий из резервного фонда Кабинета Министра Республики АТГ было выделено 970 тысяч рублей. Система образования района представлена сетью образовательных учреждений, реализующих основные задачи в дошкольном, общем и дополнительном образовании. В Кашкабрском районе функционирует 28 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, включая 13 дошкольных образовательных, 13 общееобразовательных учреждений и 2 общееобразовательных дополнительного образования. В общееобразовательных учреждениях за отчетный период обучалось 3408 учеников. Число педагогических работников составило 383 человека. По состоянию на 1 января 2020 года в школах района вакансий нет. Но имеется потребность учителях математики, информатики, физики, химии, биологии. В настоящее время проблема нехватки кадров решается внешними совместителями, которые приезжают из других районов и городов. Для привлечения педагогических работников разработана муниципальная программа привлечения и закрепления учителей этой работы в общей образовательной организациях муниципального образования Кашкабрского района, которая предусматривает выделение на безвозмездной основе земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Аттестаты об основном общем образовании получили все 279 выпускников 9 классов школы района. Аттестаты о среднем общем образовании получили 94 выпускника от 15 классов. В том числе аттестаты с отличием получили 18 выпускников и 19% от общего числа выпускников. В период проведения АГ и ЕГЭ в районе функционировал один пункт проведения экзамена на базе СОЖ номер 1 по улице Шмарова. Работники системы образования даже в таких нестандартных условиях ограничительных мер сделали все, чтобы выпускники достигли хороших результатов. По результатам ЕГЭ в 2021 году все выпускники получили аттестат на среднем образовании. Создание точек роста в 2021 году позволило на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования внедрить новые методы обучения и воспитания, новые образовательные технологии. Это в свою очередь обеспечило освоение учениками основных и дополнительных общего образовательных программ цифрового, естественно-научного и технического профилей. В освоение перечисленных программ вовлечено 865 обучающихся, в том числе и через сетевое взаимодействие. Освоение программ по перечисленным профилям дало возможность стать победителями и призерами республиканск и всероссийских конкурсов. В образовательных учреждениях района созданы условия для выявления и развития отдаленных ребят. 215 обучающиеся образовательные учреждения района приняли участие в конкурсах различного уровня. Среди них победители всероссийских конкурсов 11, призеров 33. В республиканске конкурсах победителями стали 11, встречающихся призерами 29. Хорошие достижения есть и у педагогических работников. Призерами всероссийских конкурсов стали 5 педагогов, республиканских 8. Мы гордимся нашими талантливыми и цивилизационными ребятами и администрация района традиционно продолжает поддержку одаренной молодежи. В 2021 году 33 студента выходца из нашего района получили стипендию имени Ингота Кираншева за различные успехи в учебе на общую сумму 165 тысяч рублей. В последние годы одним из образовательных направлений, которому приковано приставлено внимание власти, педагогических работников и родителей, стала система дополнительного образования. В районе функционируют два учреждения дополнительного образования. Центр дополнительного образования и Кашхабльская детская и юношеская спортивная школа. Результаты работы которых демонстрируют высокую значимость. Их работа отмечается на российском, региональном и муниципальном уровнях. В этой сфере занято 94 педагога. Программами дополнительного образования оквачены от 3 717 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 71% от общего числа данной категории детей, проживающих в районе. За отчетный период дети приняли участие в 17 мероприятиях и заняли 28 первых и призовых мест. На сегодняшний день администрация района прорабатывается вопрос создания на базе бывшего колхозного здания общеобразовательного центра «Кванториум», где увлеченные школьники могут получить более углубленные современные знания и умения по разным направлениям. Приоритетом в районе остается потребительское воспитание подрастающего поколения. Во всех школах созданы первичные отчетки юно-армейских отрядов, куда входит 270 человек. Доля граждан, занимающихся добровольческой и волонтерской деятельностью в районе составляет 3498 человек. Общее образовательное учреждение в всем составе 2100 добровольцев. Из них в 1325 детей в 2021 году приняли участие в мероприятиях, проведенных в рамках российского движения школьников. Льготным питанием в 2021 году было охвачено 2413 или 49,2% от общего числа всех детей в садах и школах района. Это 4901 детей. В соответствии с указом президента России, обучающихся 1-4 классов получили бесплатные завтраки за счет всех источников финансирования на сумму 13,2 миллиона рублей. До школьных образовательных учреждений в льготном питании было обеспечено 377 детей или 27% от общего числа воспитанников. В школах и районах это 2834 обучающихся или 81% от общего количества детей на общую сумму 7,2 миллиона рублей, в том числе 3,7 миллиона рублей из средств местного бюджета. В дошкольных образовательных учреждениях района в отчетных бюджетах функционировало 65 групп, в которых насчитывалось 1412 воспитанников и 139 педагогических работников. Обеспеченность местами детей в возрасте от полутора лет дошкольных образовательных организаций составляет 100%. За последние годы немало сделано для развития инфраструктуры образовательных учреждений, поднятия качества образовательного и воспитательного процесса. На улучшение оснащенности детских садов и школ района было затрачено 43,6 миллиона рублей. Это создание условий по соблюдению санитарно-экидемиологических требований, закупка холодильного и морозильного оборудования, жарочных шкафов, мебель, мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений. Для организации бесплатного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно используются 14 школьных автобусов. В 2021 году получено 5 новых автобусов стоимостью 8,6 миллиона рублей. В рамках федеральной государственной программы развития образования проведен капитальный ремонт спортзала в СОШе номер 4,7 на общую сумму 3,9 миллиона рублей. В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта образования созданы и открыты центры образования «Точки роста» на базе СОШе номер 1, 5, 8 и 11 на сумму 4,3 миллиона рублей. В целях обеспечения антитеррористической безопасности Кашхабской ДЮСШ – это новый физкультурно-оздоровительный комплекс по периметру здания установлена система видеонаблюдения на сумму 170 тысяч рублей. Мы будем и в дальнейшем прикладывать все усилия, чтобы поддержать учителей, создавая достойные условия работы, а учащимся – комфортные условия для получения качественного образования. Главная задача учреждений культуры – это создание качественного, полезного, разнообразного и интересного досуга для всех категорий населения. Несмотря на продолжающуюся ограничительные меры, сфера культуры продолжила развиваться в 2021 году. В большинстве мероприятий перешли в онлайн-формат, внедрялись новые современные технологии и коммуникации. В условиях пандемии учреждения культуры значительную часть работы перевели в социальные сети и на официальные сайты, где реализована возможность участия в векторинах, конкурсах, флешмобах. За истекший период учреждениями культуры проведено более 3450 мероприятий. В 2021 году в районе функционировало 149 клубных формирований, в них 2582 участников. В сравнении с 2020 годом число формирований увеличилось на 8 единиц, число участников на 195 человек. Повышение показателей произошло в связи с созданием новых клубных формирований СДК «Авлахоц» и СДК «Авлахачмизи». Курсы повышения квалификации творческих и правительских кадров прошли 13 человек. В минувшем году учреждения культуры района участвовали в фестивальных и конкурсных движениях политичного уровня. Победителем всероссийского конкурса стал один участник и региональный конкурсов 6 призеров. В 2021 году 238 обучающихся общеобразовательных учреждений Кашкабрского района стали обладателями Пушкинской карты, которая призвана помочь подростками и молодым людям приобщаться к искусству бесплатно, сходить в кино, театры, филармонии, выставки. В рамках реализации мероприятий «Волонтеры культуры» на базе Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Умара Хабисимова 100 центров добровольческого движения Республика Адыгея «Волонтеры культуры», где зарегистрировано 5 участников из Кашкабрского района. Благодаря участию в региональном проекте «Культурная среда» и в нашем проекте «Культура» в 2021 году произведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры в Кутере-Набережной на общую сумму 9,5 миллиона рублей, а также под программой развития культуры, искусства и художественного образования Центр народной культуры получил 1,9 миллиона рублей на укрепление материально-технической базы, приобретена арктехника, музыкальный инструмент, комплект национальных костюмов. В рамках этой же программы были выделены средства на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 162 тысячи рублей. К нами продолжается работа по улучшению качества инфраструктуры учреждений культуры. В текущем году по программе комплексного развития сельских территорий запланировано строительство дома культуры поселка Майский с общим объемом финансированы 77,6 миллиона рублей. Здоровье и социальный комфорт граждан не разрывно связаны с развитием массовой физической культуры и спорта. Благодаря расширению спортивной инфраструктуры в последние годы доля жителей Кашкабрского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, за три года выросла 42,5% до 49,3%. В районе насчитывается более 110 объектов спорта. Всего в районе имеется 81 паскосных спортивных сооружений общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. В сфере физической культуры и спорта занято 62 человека. Работают 86 секций по 11 видам спорта. Охвачены все населенные пункты района, в которых занимаются 1115 детей. Регистрацию в системе ГТО прошло 7970 человек, протестировали 5050 жителей района. В минувшем году проведено 89 спортивно-массовых мероприятий, что на 27 больше, чем в 2020 году. Спортсмены нашего района достойно выступают на различных соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровня. Наши футболисты в рамках всероссийского проекта мини-футбол-школу стали призерами республиканских финальных соревнований, а также заняли первое место в Республике Адыгея в двух возрастных группах. Команда нашего района стала чемпионом Республики Адыгея среди любительских команд, а также завоевала второе место в ЮФО-СКФО в городе Ставрополь. Победителями и призерами региональных соревнований ставили 25 наших спортсменов. Из них хочу отметить засерживого Аслана, занявшего второе место на Кубке России и второе место на чемпионате России по тяжелой атлетике. Тохова Азамата, который выиграл чемпионат вооруженных сил по самбо и дзидору, а также Тюльпарова Айтамира, занявшего первое место в Кубке России по дзидору. Традиционно в районе проводятся турниры, посвященные памяти прославленных спортсменов нашего района. Это республиканский турнир памяти первого массива спорта СССР, Азыкашкова по тяжелой атлетике, Республиканский турнир памяти Беджашева по шахматам, Республиканский турнир памяти заслуженного тренера Перезегова по борьбе с самбо и дзидору, Республиканский турнир памяти героя Советского Союза Кошева, Турнир памяти Балокова по быстрым шахматам, Кубок района по футболу Ивнеца Нашокова. Возрастающая активность жителей района к занятиям спортом – это показатель правильной жизненной позиции. Поэтому наша задача в 2022 году продолжить работу по созданию условий, чтобы занятия спортом стали по-настоящему доступными для граждан другого возраста. Наряду с образованием и культурой важнейшей сферой для трагающей потребности и интереса каждого жителя нашего района является система здравоохранения. В 2021 году деятельность системы здравоохранения расширялась по четырем основным направлениям и была направлена на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и проведение иммунизации населения. Снижение смертности населения, кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, улучшение материально-технической базы учреждений. К сожалению, по итогам 2021 года снижения смертности населений данная задача нами всеми не была выполнена. Более того, видна официальная тенденция по сравнению с 2020 годом. Темографические показатели говорят сами за себя. В структуре причин смертности на первом месте по-прежнему остаются полезные системы кровообращения. 183 случая или 41,3 от общего числа смертей. На втором месте смертность от неизвестных симптомов или неточно обозначенных состояний. 72 случая. Из них по старости фиксировалось 65 случаев или 16,3%. На третьем месте смертность от новообразования. 57 случаев или 12,9% всех случаев смерти. Наравне со смертью от новообразования стоит смертность от COVID-19. В 2021 году умерло от этой болезни 56 человек или 12,9% от общего числа умерших. Лечебная сеть учреждений здравоохранения. Это центральная районная больница и поликлиника. 6 врачебных амбулаторий и 11 фарбов. Круглосуточный стационар на 87 лечебных кодек. На сегодняшний день в системе здравоохранения трудится 313 человек, в том числе 29 врачей, 134 средних медицинских работников, 150 работников почвоперсонала. События последнего времени показали, что пожелал главный вызов на сегодня это дефицит у врачей, особенно первичного звена. Несмотря на ежегодный рост уровня заработной платы в сфере здравоохранения, укомплектованность с кадрами достаточно низкая. Врачебными кадрами 84,8%, в 2020 году это составляло 43,6%, но рост вызван новой методикой расчета укомплектованности кадрами. Средний персонал 92%. Последние годы обеспеченность врачебными кадрами в районе остаются на низком уровне, несмотря на действующую программу «Земский доктор». По итогам прошлого года один врач Кашкапольской ЦРБ получил поддержку по данной программе. В 2021 году принято на работу два новых врача, уволилось 9. В целях улучшения ситуации с врачебными кадрами администрации муниципального образования Кашкапольской ЦРБ. В 2021 году принята муниципальная программа поддержки медицинских работников врачей муниципального образования Кашкапольский район, рассчитанная на привлечение медицинских работников в сферу здравоохранения района. В рамках данной программы, вновь принятым медицинским работникам, будет оказываться имущественная поддержка в виде предоставления служебного помещения с правом приватизации по истечении пяти лет работы, то есть мы будем приобретать врачам жилье. По итогам 2021 года объем финансирования сферы здравоохранения района по всем категориям источников составил 171 миллион рублей. В 2021 году средняя зарплата выросла и составила у врачей 53 507 рублей, у среднего медицинского персонала 23 747 рублей. В целом по учреждению средняя заработная плата достигла 25 860 рублей. Благодаря реализации у нас проекта здравоохранения, в последнем году улучшилась материальная база лечебно-диагностического оборудования в районе. В рамках реализации мер по выпуску ВИКИ-19 в прошлом году оборудован кабинет компьютерной томографии, установлен компьютерный томограф для диагностики заболеваний органов дыхания на сумму 25 миллионов рублей. В рамках реализации программы устойчивого укрепления первичного звена здравоохранения в 2021 году завершено строительство Чепсинской врачебной амбулатории с общим объемом финансирования 25 миллионов рублей. Работа по улучшению качества инфраструктуры в сфере здравоохранения будут продолжены и в текущем году. В рамках программы укрепления первичного звена здравоохранения запланировано строительство врачебной амбулатории в поселке Дружба, а также по программе комплексное развитие сельских территорий запланировано строительство врачебных амбулаторий в село Вольвере и поселок Майске на общую сумму 102 миллиона рублей. Второй год в районе используется санавиация для доставки экстренных больных в республиканскую больницу и оказание им неотложной помощи. За истекший год было совершено 28 вылетов в Кашкабрский район. Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений деятельности администрации района. На официальных интернет-страницах и аккаунтах в социальных сетях администрации района в режиме реального времени налажена обратная связь с жителями. Работа с обращениями жителей организована через муниципальный сорт, созданный в 2021 году в администрации района для оперативного реагирования и координации вопросов по обращению граждан. За 2021 год было рассмотрено 66 письменных обращений, 80 обращений от подписчиков в социальных сетях и за год 190 человек побывало на личных приемах главы района. 80 человек получили материальную помощь на сумму 967 тысяч рублей. В районе активно работает общественная организация. Это Кашкабльское общественное движение Адыгахаса, Совет ветеранов, Общество инвалидов, Казачье общество, Союз женщин, Общество слепых. На поддержку этих организаций в 2021 году было направлено из местного бюджета 714 тысяч рублей. По инициативе Кашкабльского отделения Адыгахаса в Майкопском районе, в станице Новопрохватной, установлен гранитно-памятный камень на месте базовой стоянки бойцов Кашкабльского партизанского отряда с августа 1942 по февраль 1943 год. Члены Союза женщин от Кашкабльского района принимали участие в мероприятиях программы Союза женщин России по направлению женщин за возрождение села, прошедших в декабре 2021 года в Ауле и Гурыхай. В 2021 году во всех сельских поселениях были заслушаны отчеты глав сельских поселений и участковых полномочных. Дана оценка их работы со стороны жителей поселения. На сходах рассматриваются актуальные вопросы, требующие решения в населенных пунктах, включая вопросы по устройству, уличному освещению, состоянию дорог и другое. Работа по преодолению антиобщественных проявлений основана на взаимодействии работников правоохранительных органов и органов местного самоуправления. За прошлый год зарегистрировано 168 преступлений, что выше уровня прошлого года, аналогичного периода прошлого года на 5%. Из них раскрыто и расследовано 137 преступлений, и процент раскрываемости составил 79,70%. В сфере так называемой пьяной преступности зарегистрировано 44 преступления, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 2,3%. Необходимо отметить, что в истекшем году выросла в полтора раза подростковая преступность 3 случая. В 2020 году было 2 случая. За 2021 год на дорогах Кашхаповского района произошло 19 дорожных процентов происшествий, аналогичный период прошлого года – 18, в результате которых посредало 24 человека, аналогичный период прошлого года – 21, и погибло 9 человек, аналогичный период прошлого года – 4. В районе осуществляют деятельность 9 добровольных народных вооружений ДНД, которые принимали активное участие в рейдовых мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции в 146 рейдовых мероприятиях, в общее количество мероприятий, которые они провели. Уважаемые коллеги, завершая свое выступление, хочется отметить, что минувший год был наполнен значительными политическими событиями. На высоком организационном уровне и при активном участии избирателей района прошла выборная кампания депутатов представительных органов власти. Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Государственного Совета ХАСА Республики Адекея. Выборы прошли без нарушений в духе конкурентной борьбы и открытости с соблюдением всех необходимых санитарных требований. За что мы огромное спасибо говорим абсолютно всем нашим избирателям, депутатам, работникам участковых избирательных комиссий, сотрудникам правоохранительных органов. Еще одним важнейшим событием уходящего года стала Всероссийская перепись населения, которая проводилась с учетом эпидемиологической обстановки при полном соблюдении санитарных норм. Впервые переписаться можно было не только дома, но и посредством электронной переписи на сайте Госуслуг. Уважаемые коллеги, очень многое из того, что мы делаем, не было возможной без защитной поддержки на различных уровнях. Хочется выразить слава искренне благодарность главе Республики Адыгея, Мурат Кабиневичу Кумпилову, Кабинету Министра Республики Адыгея, Государственного Совета Красной Республики Адыгея, Совету Народного Депутата Муниципального образования Коршхабрского района за помощь и поддержку в решении различных насущных вопросов социально-экономического развития Коршхабрского района. Также хочется сказать слова признательности всем жителям Коршхабрского района за общий вклад в развитие нашего района, а также поблагодарить руководителей предприятий и предпринимателей, которые оказывают финансовую поддержку в решении различных социально значимых вопросов. Нам необходимо не только сохранить достигнутые районы, но и добиться того, чтобы получительные изменения затронули каждого жителя и каждую семью. Мы должны изо дня в день отдельными шагами, объединенными одной общей стратегией создавать позитивные перемены. Я уверен, что вместе мы сможем сделать наш район более комфортным, уютным и привлекательным для проживания. Засушив отчет главы района, депутаты райсовета признали деятельность администрации удовлетворительной. Далее состоялась приятная церемония награждения. Приятное поручение за заслуги в организации и проведении всероссийской переписы населения 2020 года Хасанову Густанову Черимовичу, заместителю главы администрации муниципального образования Коршхабрский район, объявлено благодарность главы республики Орген. Ну и, с вашего позволения, два слова я хочу сказать. Несмотря на все ковидные ограничения, несмотря на продолжающиеся санкционные давления на Российскую Федерацию, район по всем основным показателям и отраслям деятельности показывает поступательное движение, рост. Считаю, что это результат эффективной работы управленческой командой районной администрации, управленческой командой сельских поселений, результатом отлично налаженного взаимодействия между органами муниципальной власти и предпринимательским сообществом, а также умелого и активного использования всех программных инструментов, которые предоставляет государство для муниципальных образований. Более активного участия, например, в том же начинающем фермере, чем в Кашкапе, уже несколько лет я еще не видел. В этом году тоже предстоит очень много сделать, в частности, выборная кампания будет в сельских поселениях, советы всех уровней, главы. Считаю, что мы с вами продолжим совместную работу и все у нас получится. Спасибо. От лица всех депутатов главу района за его плодотворную работу поблагодарил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Хочу от своего имения поблагодарить главу района за развернутый и содержательный доклад, а также от имени депутатского корпуса поддержать деятельность главы и администрации, направленную на обеспечение комплексного устойчивого развития экономики в социальной сфере, повышения уровня жизни жителей нашего района. И в дальнейшем продолжать совместную работу Совета депутатов с администрацией по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете главы муниципального образования Кашкаповский район. На этом работа сессии была завершена.